Перед тем, как приступить к еженедельной катехизации, Папа Франциск поприветствовал множество паломников. Он пошутил с этой парой, у которой пятеро детей. Благословил обручальное кольцо этой пары. Вот эти монахини спели ему песню, а эти паломники подарили ему выпечку. Поскольку многие не соблюдали меры предосторожности от коронавируса, Папа попросил присутствующих отступить на назначенные места. Разойдитесь по местам, не толпитесь. Каждый должен быть на своем месте. Таким образом, мы не будем так близки друг к другу и сможем избежать заражения. В своей катехизе Папа сказал, что для преодоления нынешнего кризиса люди и общественные учреждения не должны руководствоваться только личными интересами. Мы видим, что некоторые, к сожалению, стремятся воспользоваться кризисом для экономической или политической выгоды. Другие пытаются разделить и разжечь конфликт. Есть также люди, которые остаются безразличными к страданиям других. Христианский ответ на эту ситуацию – это любовь и стремление к общему благу. Святейший Отец попросил политиков не руководствоваться личными интересами, поскольку этот кризис можно разрешить только при всеобщем сотрудничестве. Политические враги и оппоненты кажутся политически или социально неполноценными. Они кажутся таковыми, но только Бог знает, являются ли они такими на самом деле. Мы должны любить их и должны вести диалог. Мы должны построить эту цивилизацию любви, эту политическую и социальную цивилизацию единства всего человечества. Во многих школах Северного полушария занятия возобновятся в ближайшие дни. По этой причине, прежде чем завершить аудиенцию, папа попросил принять меры по защите школ в зонах боевых действий, чтобы дети могли посещать школу и получать образование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова